переводчик работал не чтоб переводчик меньше трудился ну в принципе вот мы были на этой конференции и вот все мы собираемся да и в царство мы царство божие царство внутри нас когда мы собираемся все в царство то это царство как бы усиливается то есть оно соединяет нас духом святым и она проявляется божье присутствие божье помазание и вот в этом царстве есть куга то сме били в интазе конференция и сме попаднали во в царство божие и сме прибывали во в святее дух и вот мы собираемся да и мы славим иисуса христа там смысле собираем и славим иисус христос а вот знаете да вот мы получаем откровение там получаем откровение и вот сейчас мы вот получаем и дома откровение когда дома получаем откровение и получается вот господь отвечает на один вопрос и со получала читака господь говори на один вопрос но когда мы получаем этот ответ, у нас возникают два-три других вопроса. То есть Бог неисследимый. Бог неисследимый. То есть мы не можем познать Его своим разумом. Я вот сегодня попытаюсь... Мы не можем познаемся с нашим разумом. Я попытаюсь именно открыть то, что мне Бог открыл о себе. В 1 Коринфе 8.6 Говорится так, что мы веруем в Бога Отца, из которого все. И в Господа Иисуса Христа, Которым все, и мы им. То есть мы для Бога Отца. Но все происходит через Иисуса Христа. То есть Бог, Отец, ничего не делает без Иисуса Христа. То есть Бог, Башта, ничто не праве через Иисус Христа. То есть Иисус Христос пришел, Иисус Христос пришел, чтобы прославить Отца. И когда Иисус Христос прославляет Отца, тогда Отец прославляет Иисуса Христа. То есть это закон Царства. Когда мы прославляем Иисуса Христа, то тогда Иисус Христос прославляет нас. Его присутствие, Его слава пребывает на этом месте. Негото присутствие слава пребывало в это место. Иисая 52, 10 говорится так. Иисая 52, 10 заказывает так. Обнажил Господь святую мышцу свою. Обнажил Господь святую мышцу свою. Пред глазами всех народов. Пред сички ты учен на сички народе. И все концы земли увидят спасение Бога нашего. Но есть условия, что мы должны идите, идите, выходите оттуда. Не касаться нечистого. Потому что впереди нас пойдет Господь. И Бог Израилев будет позади нас. В 53 главе в первом стихе говорится так. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? И на кого-то сотворила мускул на Господа. То есть Бог Отец открыл свою мышцу. Что такое мышца? То есть Господь наш открыл свой мускул. Какого значит мускул? Мышца это творческая деятельность Бога. Мускул творческая деятельность на Господа. То есть Бог творит своей мышцой, своей силой. Бог творит через свой мускул и силой. То есть я раньше думал вот Господь обнажил свою мышцу. Аспреди два означало? То есть разнесет все в пух и прах. Чего сычку что полетит. Но как он обнажил свою мышцу? Но как той открыл свою мускул? И он пишет вот раб мой будет благоуспешен. Это раб мой что будешь благоуспешен. Возвысится вознесется и возвеличится. Что возвыши что возвеличи. И как многие изумлялись на тебя столько был обезображен. Паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Паче всякого человека лик его лицет по очи всичку лицет по очи всичку лицет да столько было обезображен паче всякого человека по еще у всякий человек лицет ему и вид его паче сынов человеческих. То есть лицо его было обезображено. То есть он был в терновом венце. и то есть он был оплеванный. И тело его было избито и изранено. И вот таким вот видом вот эта вот мышца приведет цари закроют перед ним уста свои. И царете ще закрият устата си пред него. И давайте еще прочитаем. Так много народа приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои. ибо увидят то о чем не было говорено им. И узнают то чего не слыхали. То есть получается что Иисус Христос это мышца Господня. Но если мы будем думать что это просто мышца Господня то мы ошибаемся потому что Бог Он неисследимый Бог. Евангелие от Иоанна говорится так. Первая глава. Вначале было Слово Слово было у Бога И Слово было у Бог Оно было вначале у Бога И все через него начало быть и без него ничего не начало быть что начало быть и свечкой запошли через снегу в нем была жизнь и жизнь была свет человеков в негу был живот и светлена на человека и свет во тьме светит и тьма не объяла его и светлена то свет его в темнена и темнена не убяла негу был свет истинный который просвещает всякого человека приходящего в мир им свет кой ту а может болгарские да добре был свет истинный который просвещает всякого человека приходящего в мир В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть или право быть с нами Божими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодать и истины. И мы видели его славу, славу, как единородного от Отца. То есть, получается, Иисус Христос всегда был. Он вечный Бог. Это мышца Господня, которая сотворила все. Видимое и невидимое. И Он есть слава Божья. И той е слава на Бога. В евреях, опять первая глава. Как мы вреете, первая глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках. Да. Бог, кое-то при разной частичной сообщении, по многу начинку, говорил в старое время на Божьете. В последние дни Си говорил нам в Сыне. Ком крайне дни, говори на нас через Сина. Которого поставил наследником всего. Когото и постави наследник на Всичку. Через Когото и направи святовете. Сей, будучи сияния славы. И образ и поста сего. И отпечаток на неговое существо. И держа все Словом силы Своей. И держа все Словом силы Своей. Совершив с собой очищение грехов наших. И завершив через себе все очищение на греховете. Воссел одесную престола величия на высоте. Седна одесну на величие то на высоко. И стана толкова. Будучи столько превосходнее ангелов. Сколько славнейшее пред ними наследовал имя. И стана толкова погорину от ангелите. Което имя то, какоето он наследил. И погорину тяхнуто. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог. Ты сын мой. Я ныне родил тебя. И еще я буду ему отцом. И он будет мне сыном. За что ту куму от ангелите рекал Бог. Няк уготиси мой сын. Аз не стару дих. И пак аж ты ему бода утец. И той, что ми бода син. Вот в четвертом стихе пишется. Будучи столько превосходнее ангелов. Сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Во в четвертом стихе пишем. И стана толкова погорину от ангелите. Което имя то, какоето он наследил. То есть получается. Бог сотворил человека выше ангелов. То есть такая саполучала. Че Господь сотворил человека. Но. Повеча от ангеля. Когда произошло грехопадение. Но куда то истанало грехопадение. Человек стал ниже ангелов. Человек и станал понадолу от ангелите. И в псалмении пишется так. Что немного умолил ты его пред ангелами. Славой и честью увенчал его. Поставил его владыкою над делами рук своих. Немного умолял. То есть получается так. Так что Первый Завет. Такасы получала. Ветхий Завет. Ветхий Завет. Где вот Бог является. Когда это Бог соявял. И в Израильскому народу. На Израильский народ. Оказывается Бог являлся через ангелов. Все указывает, что Бог соявял через ангелите. Давайте почитаем. Некогда прочтим. Так. Исход 3.2. Исход 3.2. И явился ему ангел Господень. И ангел Господин Мусееви. В пламени огня из среды тернового куста. В огнен пламек среди една копина. И увидел он. И погледно. Что терновый куст горит огнем. Но куст не сгорает. И погледно той, че копината горещ в огне. И копината не изгаряше. Моисей сказал. Моисей казал. Пойду и посмотрю на сие великое знамение. И явление. Да свырное да приглядом твое великое явление. Отчего куст не сгорает. За что копината не изгаря. Господь увидел, что он идет смотреть. И возвал к нему Бог из среды куста. И сказал Моисей. И сказал Моисей, Моисей. Он сказал вот я. А как увидя Господь, че свырное да приглядом. Богу извика из среды копината и каза. Моисей, Моисей. И той каза. И сказал Бог. Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И каза Бог. Да не все приближешь только. Из зуя у буштата от назейтеся. За что то мясо, на кое ты стоишь, есть святая земля. И сказал. Я Бог отца твоего. Бог Авраама. Бог Исаака. И Бог Иакова. И речь Господь. Асам Бог на баштате. Бог Авраама. Бог Исааков и Бог Яков. Моисей закрыл лицо свое, потому что он боялся воззреть на Бога. А Моисей закрыл лицо, потому что он боялся воззреть на Бога. То есть, как бы противоречие получается. Получается противоречие. Явился ему Ангел Господень. Явился ему Ангел Господень. Но говорит ему Бог. Но говорит ему Бог. То есть, получается, что Бог не мог явиться в Моисею. То есть, так как получалось, что Бог не мог бы заявить на Моисея. Потому что, если бы Бог явился в Моисею, Моисей бы сгорел. Он бы уничтожен моментально. И поэтому Бог явился к нему через Ангела Своего. И в другом месте, исход 13 глава, 21-22. Исход 13 глава, 21-22. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь. А ночью спал в столпе огненной, светя им. Дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем, и столб огненный ночью от лица народа. И Господь ворвешил притяг днем в облачный столб, задаги управлявого испытия. А ночью в огненный столб задаем в свете, задаги управлявого днем и ночью. То и не отнимаешься от предлюдения, облачный столб денем, ни тот огненный столб ночью. Их 14 глава, 19-го стиха говорится так. И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились один с другими во всю ночь. 14 стиха, 19-я глава. 19-е, 2-е-ся. 19-е и 20-е стиха. 14-е. 19-е и 20-е стиха. То есть здесь, в 13-й главе говорится, что Господь шел с ними. В 13-й главе. 14-й главе говорится, Ангел Господень двинулся. А в 14-й главе. 14-й главе. 14-й главе. 14-й главе. 14-й главе. То есть получается, что Ангел Господень представлял Бога. Представлял Бога. И Он являл Бога. И той являла Бога. Получается, что Ангел, Его присутствие, получается, что Ангел имел его присутствие, олицетворял Бога. То есть имел всю власть Бога. И молчал-то власть на Бога. Но Он не был Богом. Но той небес Бог. Хотя Бог действовал через Него. То есть, в Слове говорится так, что Ангелами Своими Он совершает пламенеющий огонь. Точно не помню. Творит духов и пламенеющий огонь. Теперь мы откроем книгу Откровения. Сега, что утворим книгу Откровения. Первую главу. Первая-то глава. С первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оное, через Ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа. И что Он видел. свидетельство Иисусу Христову. И всичку, что я видел. В 10 стихе пишется, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу. И пошли церквям, находящимся в Асии, в Эфесе, в Смирную, в Пергам, и в Фиатиру, и Сардис, Филадельфию, и Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в подер, и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волоса были его белы, как белая волна, шерсть. Как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод ногих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сиявшее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я и первый, и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. С 10-го стиха. В господния ден, който приличише на чувешкият син, облечен в долго дреха и предпасан около грдите си златин пояс, а главата и кусата му бяха бели, като бяла волна, като снег, и учите му, като огнен пламок, и но затем му приличиха на лыскавата мед, като в пешт причистина, а гласит му бейши, като на многу то води. И имаше в десницата си седем звезди, и от устата му излизаше меч остр, и от две ты страни, и лице туму светише, как то свети сленство в силата си, и когато гувидях, паднах принузет ему, като мертв, а то и тури десницата си варху мене и каза, не бойся, а сам првият и последният, и живят, бях мертв, и это живеет до вечни векове, и имам ключовете на смерта и на ада. То есть получается здесь мы видим прославленного Иисуса Христа. Така са получава, че тук не и виждами Иисус Христос прославен. И он говорит, я есть первый и последний, и живый, и был мертв. То есть здесь описывается прославленный Иисус Христос. Прославленный Иисус Христос. Но в начале, когда мы читаем, что Бог послал послание Иоанну через Ангела Своего. Но в начале тучи тем, че Бог послал послание на Ангела Своего. То есть получается, Ангел, Его присутствие, Он олицетворяет, Он именно приносит сущность Иисуса Христа, сущность Бога. И така са получава олицетворение на Ангела, то и носит присутствие на Иисус Христос. Но так как мы живем еще в греховной плоти, но не живем во греховной плоти, Бог не может явиться нам в Своей славе. Бог не может явиться нам в Своей славе. Потому что мы просто умрем. За что-то не что умрем. И поэтому Бог является и говорит через Ангела. И говорит через Ангела. И являет себя через Ангелов. И являлась Себеси через Ангелов. И как Он сейчас в Новом Завете являет себя в Откровении. Так Он являлся и в Ветхом Завете. Откроем книгу Даниила 10 главу с 5 по 9 стих. И поднял глаза мои и увидел вот один муж облеченный в льняную одежду и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз. Лицо его как вид молнии. Очи его как горящие светильники. Руки и ноги его подобны как блестящей меди. По виду как блестящая медь. И глаз речей его как голос множества людей. И только я Даниил видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них. И они убежали чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его. И как только услышал глаз слов его в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом моим к земле. И вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани мои. И сказал он мне Даниил муж желаний вникни слова которые я скажу тебе и стань прямо на ноги твои ибо к тебе я ныне послан. Когда он сказал эти слова я стал с трепетом. Като подиг нахучит и ведя и то един человек убречен в лени дряхи чьи кръст бе опасен с чисто уфаско злато. Тялото му бе като хрисолит лицето му като изглежда на светкавица очите му като огнени светила мишчице и ножите му бяха наглед като лъскава мед и гласат на думите му като глас на много народ. Само аз Даниил видях видението а межете които бяха с мен не видяха видението но голям трепет ги нападна та побягнаха да са крият и тъй аз останах сам да видя това голямо видение от което не остана сила в мене защото енергията ми се обърна да останах безсилен чух обаче гласа на думите му и като слушах гласа на думите му аз паднах на лицето си в несвяст с лицето си към земята и ето река се допря до мене която ме тури разкладен на коленете ми и на дланите на рецете ми и речи ми Данииле мъжо възлюбени разбери думите който те говори из той прав зашото при тебе сам испратен сега и когато ми изговори тая дума аз исправих растреперен то есть получается что когда пророк Даниил увидел ангела и он только он увидел это видение другие не видели потому что этот ангел пришел лично для Даниила и этот ангел олицетворении Иисуса Христа то есть тело его как топаз то есть это желтый цвет это как блестящее то есть золото царственное величие и когда Даниил пророк который столько пророчествовал который столько молился увидел это видение увидел этого ангела он упал на лицо свое и рука подняла его и он стал на четвереньки то есть получается что если человек не может даже увидеть ангела присутствия Божьего то как мы можем увидеть самого Бога знаете мы часто вот я часто раньше думая ну Иисус Христос ну Бог мы верим в Бога знаете ас мисля и ар приди сам мисло ну има Бог Иисус Христос понимание того кто такой Иисус Христос как бы нету не было но я вам понимание какого Иисус Христос то есть Иисус Христос когда Он явился во плоти он оставался и на небесах потому что им все стоит движется и существует то есть это мышца Господня которая держит все которая дает жизнь всему то есть мы его можем увидеть и он явился в человеческой плоти чтобы он был доступен нам то есть этот величественный Бог который сотворил звезды солнце небеса и он явился нам людям в этой человеческой плоти ну ну а для чего он явился к нам он сотворил нас для общения он сотворил нас чтобы являть свою любовь к нам потому что он есть совершенная любовь и знаете он спас нас от грехов наших не просто чтобы мы спасли не пошли в ад а он именно спас нас чтобы мы именно вошли в общение с любовью то не спаси за да влезем в общение то есть сама любовь в эту любовь Троицы Бога Отца Сына и Духа Святого чтобы мы погрузились в Его в Его любовь в Его общение и это может быть только когда мы во Христе Иисусе потому что даже вот в Бытие когда мы читаем первую главу Бытия Бог сказал так сотворим человека по образу и подобию нашему но он говорил про одного человека он говорил в единственном числе но сотворил он мужчину и женщину и сотворил той мы же и жената и получается как бы множественное число и сополучало множественное число так кто этот единственный человек в единственном лице который сотворил сказал Бог сотворим по образу и подобию нашего потому что человек Адам и Ева были сотворены только по образу и пришел человек сам Бог чтобы всех нас все человечество всички нас всички человеч собрать в одно одного человека который будет по образу и подобию Божьему потому что Бог только Бог может быть образом подобия да мы как бы образ Божий но подобие это когда мы творим дела Божьи когда мы участвуем вместе с Ним и мы только можем вместе с Ним участвовать в Его творении и можем участвовать во внегово творении и и последнее прочитаю евреи 2 2 евреи 2 2 посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы не отпасть ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние то как мы избежим вознеродевший оттоликом спасения которое быв сначала проповедано Господом в нас утвердилось слышавшим от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами из различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле за что-то аку слову то изговорен то через ангеле стана твердо и всякое преступление непокорство получи справедлива отплата то как что избегнем ни аку пренебрегнем одно толково великое спасение которое от начало прогласено от Господа все подтвердим между нас ути аку и тубях огучули к этому свидетельствовавши и Бог через знамения и чудеса через разные великие дела и через раздавание на святой дух по воле тасси в посланиях евреям именно здесь опять говорится что Ветхий Завет был провозглашен через ангелов в послании только евреи говорится че ангел обеспечен на народ но именно Новый Завет Бог явил сам себя и через знамения чудеса силы и раздаяние Духа Святого по Его воле то есть получается что именно Бог явился чтобы дать нам свою жизнь потому что Дух Святой это соединение нас со Христом и с Отцом если если мы не имеем Духа Святого не имеем связи между Отцом и Сыном получается Иисус Христос посредник между Отцом Между Дух Дух Святой открывает и как бы посредник между Христом и Отцом Дух Святой это как Божья кровь Которая соединяет или как бы вот в теле но это мое мнение Душа находится в крови и вот кровь разносит по всему телу все питательные необходимые вещества чтобы тело функционировало за да функционирует доброе тялото и вот Дух Святой он именно разносит по телу Христову именно жизнь свою питательные вещества чтобы мы имели жизнь и чтобы мы функционировали вместе с Богом чтобы мы были одно с Богом и поэтому Иисус Христос когда молился в 17 главе Атеана говорил да будут они едины как мы едины то есть когда Иисус Христос молился в 17 главе он молился и говорил да будут то есть молился и сказал да будут они едины как мы едины то есть получается что через Духа Святого мы становимся едины с Богом Отцом Сыном и становимся телом его и участниками его естества и участницей на неговое естество и поэтому евреи говорится что мы должны не родить а только в спасении посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы не отпасть и мы и должны искать Бога неследимого которого будем познавать вечность знаете в Откровении в Четвертой главе я не буду читать так когда была открыта дверь в небеса и Иоанн был вознесен к престолу Бога и он увидел на престоле Бога как бриллиант который переливался многими гранями которые мы можем познавать и вокруг него было 24 старца и 4 животных исполнен очей и от престола исходили громы и молнии и голоса и от престола излиза гром буря и гласове и знаете вот старцы они не могли увидеть это величие которые даже были вокруг престола и знаете эти старцы не могли видеть два приличия кое-то было по краю престола и когда эти четыре животные восклицали свят свят господь саваов то они падали и поклонялись потому что именно эти гласы молнии которые выходили от престола могли только увидеть это величие вот эти животные которые возвещали эти старцы они тогда видели все это и они падали и поклонялись и слагали свои венцы предпрестолом и поэтому дух святой нам открывает вот это величие божие эту красоту божию и мы должны стремиться к познанию этого величия стремиться войти в эту любовь в это общение любящих сердец потому что Бог есть наш любящий Папа за что Бог и наши любящие чтобы что и будем стремиться к этому и что стремим к вам аминь аминь спасибо 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 и аминь аминь Продолжение следует...